Встречать гостей Идея Михайловна выходит лично. Для каждого обязательное приветствие и объятие, да с таким радушием, которое присуще только очень открытому и воспитанному человеку. Идея Ермакова призналась. Она рада, что ее не забыли. Помнят и ее вклад в развитие амурского здравоохранения. Идея Михайловна, очень приятно вас честовать в такой знаменательный день от всего здравоохранения, от всего медицинского сообщества. Я рада вас поздравить с днем рождения юбилейным. Пожелать вам еще долгих лет жизни. Здоровья в первую очередь. Сегодня эндокринологи до сих пор используют те методы диагностики и лечения, основоположником которых она когда-то была. Она доктор, который стоял у истоков создания эндокринологической службы в Преамурье. Я вот создавала этих эндокринологов, их не было. Вначале общество, а потом отделение и появилась эндокринология. В 1947-м Идея Михайловна поступила в мединститут в Москве. Заболела, ее очислили. Сказали приезжать на следующий год. Однако она решила в столицу не возвращаться. На следующий год я сказала, не поеду в Москву, а поеду в Ленинград. А папа был на Камчатке. Сказал, поедешь туда, куда переведут папу. А его должны были перевезти в Северо-Кавказский военный округ. А вместо этого перевели в Белогорск. Я поступила в Хабаровский институт, заново сдавая все экзамены. Институт закончила с отличием. А когда пришло время распределения, говорит, проявила характер и отказалась ехать в предложенную ей еврейскую автономию. По тем временам такое поведение было недопустимо. Значит, меня распределили в горздравотдел Еврейская автономная область, какой-то там поселок. А я сказала, я не поеду. И ушла с комиссии. Чего не позволительно делать, конечно. Потом все-таки на комиссию меня снова вызвали. И меня спас Серафим Карпович Нечапаев, наш ректор. Сказал, где родители? В Белогорске. Пишите ей Белогорск. И я поехала в Белогорск. Хоть и начинала не с эндокринологии, но полюбила ее навсегда, признается идея Михайловна. Ее вклад в развитие этой сферы здравоохранения неоценим. Много лет она преподавала в Благовещенском государственном мединституте. Занималась наукой. Ее любили студенты, коллеги-врачи, пациенты. Пациенты ко мне хорошо относились всегда. Но не потому, что я такая хорошая. Нет. Я относилась к собой. Я всегда врачам говорила, что надо любить больного. Надо не просто вот ты вот пришел, пациент пришел, он должен получить помощь. Письменную, устную, какую угодно. С больными надо заниматься. В честь юбилея от гостей идея Ермакова получила не только подарки, цветы и теплые слова, но даже песню от министра здравоохранения и руководителя Амурского ЗАГСа. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим.